Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня вновь у нас в гостях Лада Кулыгина. И как я и обещал, мы хотим поговорить с ней о вредителях, о дачных вредителях. Очень многие просили записать ролик про кротов, но так я пока и не нашел отважного человека, который скажет что-нибудь, кроме того, что не трогайте кротов, оставьте их в покое, дайте им жить. И живите сами, и дружите с кротами. Но тем не менее, вопрос с мышами, мне кажется, он, во-первых, сейчас более актуален, поскольку, в отличие от кротов, мыши у нас свирепствуют зимой, может, даже больше, чем летом, пока мы уехали с дачи, а они там, собственно, и начали как бы шуровать. Ну, еще есть какие-то разные землеройки. А что, ну да, землеройки-то они питаются, дружимые червями? А, ну да, собственно, да. То есть землеройка – животное, не причиняющее вреда саду. Да нет, так они и никто не причиняет вреда саду, они живут там просто. Но мыши, чем они опасны в саду? Мыши воруют луковицы, растаскивают их по участку, надгрызают. Мыши проделывают, мне кажется, ненужные ходы всякие, траншеи. Вот иногда, когда сходит снег, прям даже вот и в цветнике, и в газоне такие, как будто бы там гигантский вот такой червяк пролез, и я так понимаю, что это и была мышь. Да-да, они живут там под снегом, дороги протаптываются. Ну, стоит ли как-то с этим… Я с этим ничего не делаю обычно, и если кого-то это беспокоит, для этого существуют, ну, коты. Коты очень ловко с этим расправляются, первое. А второе, я не знаю, ну, можно ставить ловушки, есть ловушки, биологи вовят, там, стаканы зарывают и прочую фигню. Но вы должны понимать, что вы будете их убивать. Я не могу это делать, поэтому мы с мышами живем мирно. То есть, можно просто, используя ловушки… Да, работает, конечно, да. То есть, прогнать мышей – это не какая-то суперзадача? Нет, не суперзадача, их можно переловить. То есть, там, допустим, поселилась у вас пара мышей, они, конечно, заведут потомство, и их будет сразу штук на 12 больше. Поэтому вам нужно найти гнездо и их уничтожить. Ну, как бы вот так. То есть, нет никакого такого волшебного лайфхака, как… Нету. …за пять минут избавиться от мыши раз и навсегда? Нет, ну, можно сказать, встать и сказать, мыши вон! Ну, не засмеяться. Дудочку можно попробовать, плеить туда. Ну, это не работает. Не работает? Нет, не работает. По поводу кротов, по поводу кротов, тоже самая история. Ну, вот, часто бывает, что кроты портят газон. Ну, во-первых, сократите площадь газона своего. Не нужно, чтобы у вас весь участок был в газоне. Это первое. Второе – не нужно его обильно поливать. То есть, ну, конечно, если у вас там партерный газон, там, шикарный, такой прям идеальный, травинка к травинке, изумрудный. И тут появились кроты. Но в этом случае вам нужно тогда обратиться в службу, которая занимается выловом их. Они реально хорошо делают это все. А все вот серные шашки, все эти погремушки и всякая эта лабуда… Ультразвуковые какие-то палки. Не работает. Керосин там заливают. Не работает. Мась, Вишневского, я знаю, вкапывают. Ну, не работает. Ну, это все фигня какая-то. Хорошо, сетку закапывают, рабицу закапывают под газон, по всему участку. Ну, это вы… Я не знаю, для чего это делается, потому что это все глупость. Во-первых, она рано… Ну, на самом деле, безумно трудоемко и дорого. Это трудоемко, это дорого. Вы закапываете деньги, просто берете и закапываете их в землю. Во-вторых, все скарабятся, рано или поздно она сгниет. И рано или поздно придет суперсамец какой-нибудь крота, и ничего не останется. Ну, это бессмысленное занятие, бессмысленное. То есть, если они вам так докучают, тогда вызывайте службу или отлавливайте их сами. То есть, вот специальная служба по отлову кротов, это можно прям загуглить, где-то найдем, и приедут специальные люди. Да, они есть, и они хорошо работают. Но кроты, товарищи, как бы… Иногда они возвращаются. Полезные. Да нет, у них есть территория, на которой они живут. Они там роют ходы, они вентилируют почву, помогают деревьям получать кислород. Это понятно, что у них есть какая-то и положительная функция. Если вы очень много кормите, если вы обильно поливаете газон, в нем будет много дождевых червей, и, конечно, туда придут кроты. Ага, вот, в принципе, кроты туда приходят за червями. Конечно, да. То есть, как бы, есть прямая кривеляция между количеством червей и количеством кротов на участке, я правильно понимаю? Да, ну, может быть много червей, но кроты не пришли, допустим. Неоткуда бы им было прийти. Если у вас там массив какой-то, да, жилой, и нет леса рядом, то откуда они там возьмутся, практически, это нереально. Если у вас участок рядом с лесом, то эти гости запросто могут появиться. Вот, причем там, я не знаю, можно по мериметру закопать, сделать там метры на полтора, наверное, глубиной под походную стенку. Ну, зачем? Какой смысл? Нет, ну, это довольно, да, мне кажется. Поэтому относитесь к... Полюбите ваших кротов. Ну, да, если их очень много, ну, тогда... Хорошо, слушайте, даже вот такой внезапный вопрос. Недавно тоже я встретил в таком садовом комьюнити. Люди с опасом даже к соседству с белками отнеслись, потому что белки пришли, залезли в стену, залезли под крышу, гремят орехами. Вот, и, возможно, потенциально представляют какую-то угрозу, как такой вот незваный дачный сосед в теремок пришедший. Стоит ли как-то бороться с белками? Которых уж точно мы не хотим убивать, потому что они абсолютно милые. Да все они милые. Ну, как бы, тогда со всеми надо бороться, например. Ежи очень полезны в саду, допустим. Знаешь же ты? Ежи, да, ежи уничтожают улиток. Да, а ты знаешь, что они, например, переносят клещей очень много? Эвана. Ну, вот так вот. Ага, то есть... Ну, тогда и ежей надо на свалку, ну, то есть, в топку. Ну, в принципе, я так понимаю, что нам самый, наверное, здесь универсальный совет, наверное, попытаться... Надо жить. Да. Выработать себе толерантность к проникновению различных млекопитающих. Да, у нас очень просто любят создавать такой стерильно какой-то ужасный выбритый мир у себя в саду. То есть, если бы там, допустим, кротам было, где бы покопаться безболезненно для вас, да, они бы ушли быть там под деревья, допустим. Но у нас везде газон, и поэтому, когда кроты начинают, приходят и начинают там что-то искать, кучу они вываливают, и это видно. Ну, и последний, у меня к тебе вопрос, раз уж наша вещь пошла о живности, по поводу птиц, потому что мы довольно часто со всех сторон слышим призывы к тому, что покормите, дайте синицам мясо, покормите там их салом. А мне кажется, недостаточно ли именно того, что у нас очень много различных декоративных плодовых, которые и так их кормят, нет? Нет. Птицы нам вообще-то, помимо альтруизма, к чем-то в саду зимой полезны? Полезны, полезны. Они, во-первых, во-первых, синицы это насекомоядные, поэтому им нужен белок необходим. То есть зимой мы им помогаем в морозы, и мы прикармливаем птиц таких в саду, помогаем им выжить и даем понять, что у нас есть тут еда. У меня на балконе, например, круглогодично стоит кормушка, вот, и синицы прилетают туда регулярно зимой все время. Но как только случается оттепель, например, они очень редко там появляются. То есть они шарятся по деревьям, прыгают по деревьям, ищут насекомых, ну, то есть добывают свою любимую еду. То есть повесить кормушку в саду, насыпать туда семечек, положить сало, вещь не только... Не соленого только не забывай. Не соленого сала, что важно, да. Да, сырое. Вещь как бы абсолютно не только благородная, но и полезная. Да, нужно прикармливать желуди, можно... Тогда вы увидите, например, если положите себе в кормушку желуди, вы увидите прекрасную птицу-сойку, например. Видела я ее в животе? Да, видела, очень красиво, с такими синими боками. Снегири прилетают на кормушке, когда морозы. Ну, тоже как бы определенный, вносит какую-то гамму вот в эту вот нашу довольно-таки мрачную зиму, особенно питерскую. Ну, на этом, да, наши зрители, мы с вами попрощаемся, надеюсь, что наша вот эта вот беседа, да, диалоги о животных, да, в мире животных, чем-то была вам полезна, и вы какую-то информацию интересную из нашего ролика сегодня подчерпнули. Влад, спасибо, до свидания. Пожалуйста. Надеюсь, вам хоть немножко это было полезно. Обязательно. Мне так точно. Ну, все отлично тогда. До свидания. Пока. Субтитры подогнал «Симон»